Всем добрый вечер! Довольно неожиданное сегодня видео. Спонтанно решил я провести сеанс на Лечеси, как обычно для участников сообщества Шахматный Феникс. Ну и тоже в принципе стандартно для себя в сеансе цвета распределяются случайным образом, то есть какое-то количество партий мне предстоит играть черным цветом, какое-то количество партий белым цветом, ну и попытаюсь разумеется все это комментировать. Также сделаю все возможное, чтобы варьировать дебюты. Конечно, откоренную ерунду играть не стану, но определенное разнообразие попытаюсь внести. Практически все свои основные отбиты на d4 уже успел перебрать. Хорошо, например, в этой партии сыграю не славянку, а какой-нибудь принятый ферзевый гамбит. Ты заметил, что большинство моих белых соперников играют в d4. И вообще последнее время наметилась такая тенденция, на мой взгляд, закрытые дебюты стали играть чаще, чем открытые. Меня, конечно, это в какой-то степени удивляет. Ну, в этом есть определенный смысл. Как раз таки вот шахматисты чуть более низкого уровня, на мой взгляд, вполне логично для них играть именно d4, что все-таки ход d4, он меньшее требование подъявляет к конкретным, скажем так, знаниям, конкретным теоретическим разработкам. Его можно играть в большей степени, полагаясь на какие-то общие принципы. Хотя, конечно, тоже это достаточно условно. Если вы будете играть даже d4 белыми из общих соображений, то на перевес рассчитывать трудно. Ну, хорошо, у нас вот один каракан есть, может быть, уже два. Успел подзабыть. Сеанс проходит на девяти досках, довольно мало партий, но просто, скорее всего, достаточно неожиданное было объявление, и большая часть людей не успели поменять свои планы на вечер, скажем так, или у них есть более интересное занятие, что вполне вероятно. Кони f3, сыграю новую индийку. Здесь у нас лондонская система. Ну и в своих видеороликах я рекомендую черному играть c5 сразу. Чувствую себя обязанным следовать собственной же рекомендации. Так, и каракан. Вот это вот самая система двух коней. И, по крайней мере, в блиц партиях я здесь обычно балуюсь ходом h6. Есть, конечно, некоторые сомнения насчет того, что этот ход позволяет уравнять, но все-таки его сделаю. Потому что позиции получаются довольно интересные. То есть, идея черных в том, что они хотят сыграть слон g4 после h3, слон h5, но если сыграть, сделать ход слон g4, h3, слон h5 сразу, то у белых есть сильное возражение конкретно, а именно е, d, c, d и слон b5 шах. И там черные не уравнивают, поэтому а6. Сыграю, наверное, здесь Моголюбова. Почему b и нет? Да, d4. Сколько помню, это Сергей Никифоров играет d4. Главный теоретический ход. Белые, конечно, здесь могут всерьез рассчитывать на какой-то перерез. С другой стороны, в принципе, характер позиции меня устраивает. Да, конь f3, ломан конь f3, но мне всегда казалось, что все-таки c3 и конь d2 без раннего развития коня на f3 более принципиально. Ну, конечно, белые могут, в принципе, расставляться по-разному, и везде у них по меньшей мере не хуже. d5. Ранний ход d5, конечно, вызывает мне некоторые вопросы, то есть можно сыграть e5 и получить структуру из закрытой французской. Также е, d достаточно заманчиво, потому что все-таки для размены французской черный слон на b7 расположен не слишком-то и хорошо. То есть, может быть, на е, черный хотят ферзь, d5, но тогда, по идее, можно побороться за перерез путем конца 3, к примеру, потом слон e4. Давайте попробуем е, d. Да, слон d5 сыграно. Меня сразу переключают на другую партию. Здесь у нас голландская защита. Есть у меня подозрение, что соперник планирует играть каменную стенку. Хорошо. Если соперник хочет играть каменную стенку, самое главное ему не мешать. Слон d2, ну, c5. Есть у меня некоторая симпатия к этому варанту с c5, потому что в случае самого сильного ответа белых слон бьет b4 получаются достаточно интересные пешечные структуры нестандартные. Слон g2. Конечно, главный ход здесь слон e7, но я вот попробую сделать более, избрать более редкое продолжение g6. Шикарную партию Максим Ротштейн выиграл у Владимира Федосеева в последнем Кубке мира в этом варианте черным цветом. Я, конечно, уровнем явно до Максима не дотягиваю, но тоже попытаюсь исполнить именно этот вариант. Слон d5. Наверное, пока просто рахеру. Не знаю, стоит ли белым играть c4 или просто какой-то c3 развиться. Пытаюсь раньше времени не определять свои намерения. Слон e2. То есть белые пытаются без h3 играть. Вроде бы e6 выглядит очень логично. У нас испанка и вообще эта партия протекает как-то довольно неспешно. И вот здесь уже пришла пора первых раздумий. Довольно-таки принципиальный момент. Надо для белого играть c4. c4. Ну, слон f3 вряд ли очень хорошо. То есть слон b7. d5, скорее всего, не приводит ни к чему конкретному. Ну, с другой стороны, тоже самое можно сказать и по коньце 3 слон b7. В белых какой-то минимальный перерез есть, но можно ли рассчитывать на большее, непонятно. Если бы пытаться сделать какой-то вялый ход вроде ладья e1, то после слона e7 опять-таки не успеваю я порубить центр. Это все меня, скажем так, наталкивает на мысль, что все-таки надо играть коньце 3. Потом, возможно, слон g5 и даже слон f6 без приглашения. А затем слон e4. И попытаться там доказать какой-то минимальный перерез белых. Конь d2. Соперник мне жертвует пешку. Довольно интересно, на самом деле, продолжение. Ставит передо мной некоторые вопросы. В том плане, что... Как бы если я не беру сейчас на b2, играю какой-нибудь ход вроде e6, то после ферс b3 я получаю довольно плохую редакцию лондонской системы. То есть ферс b2 принципиально. Другое дело, что есть еще ход слона f5. Но опять-таки после dc взятие на c5, оно не располагает к большому оптимизму. А взятие на b2, скорее всего, только теряет в силе. По сравнению с немедленным ферс b2. Потому что там у белых уже какой-нибудь d4 будет продолжение. То есть, видимо, логически рассуждая, надо брать на b2 сразу. Конечно, меня смущает тот момент, что соперник все это может знать. А я не знаю ничего. Вот, например, ферзь b2. Ферзь b2, ладья b1. Что мне делать дальше? Потому что на ферзь c3 последует ладья c1. Ферзь a3. Скорее всего, ладья c5. Хотя там e5, да. Если dc, то... Больших каких-то проблем белые сразу не ставят. Я могу просто e6 сыграть. Давайте сыграем принципиально. Давайте я побью на b2. c3. Наверное, стоит мне в ней 4 пойти сразу. Потому что иначе после ферзи c2 можно... ...совсем костей не собрать. ...солн d6. Прокируем. Да, ну и вот слон b7. Нужно белым искать какой-то план. И я, скорее всего, сыграю по своему изначальным намерениям, то есть пойду слон g5, ну и в ответ на слон e7, скорее всего, побью и сыграю слон e4. Здесь белые пытаются какие-то конкретные проблемы ставить. И судя по скорости исполнения, есть у меня подозрение, что мой соперник просто знает эту позицию. Хотя, вот честно говоря, для меня, человека, который не знает эту позицию, в слон g5 ход выглядит не очень опасно, потому что все-таки белые способствуют моему развитию. Мне кажется, что это вряд ли борьба за серьезный перевес. А3, но я вынужден брать, ход А3 я не знаю, вряд ли он опять-таки очень опасен. И ферзь с 1, ну ферзь с 1, конечно, не очень серьезный ход, потому что размен ферзей мне явно выгоден, лишняя пешка есть. Да, у белых там есть определенная компенсация, связанная с тем, что... С тем, что перевес в развитии определенный на стороне моего соперника, но пешка должна быть старше, тем более после размена ферзей. Так, с лон е7, вот выбор, кем брать. Конечно, я предпочел бы коня развить на f6, но мне кажется, что темп на развитие здесь важнее. h6. Так, h6 это, кстати, крайне неочевидное решение. Это черный. Как запас дают с развитием? Я, конечно, побью. Стреляюсь на е4, и там, мне кажется, серьезный перевес уже вырисовывается. Так, ловится один. Стоит ли мне сыграть слон f5? То есть после этого единственный критический ответ белых, это, конечно, dc. Потому что если дать мне поставить слон f5, е6 у партия закончится. Но вот dc может создать некоторые неприятности, потому что потом белые быстро пойдут кунь d4. Мне будет тяжело выиграть пешку по новой, скажем так. Поэтому, может быть, стоит сыграть е6, хотя, конечно, было достаточно обидно для меня. Но, видимо, ничего не поделаешь. Видимо, придется терпеть какое-то время. Только потом приступать к реализации. Судя по чату, некоторые люди даже знают о моих дебютных предпочтениях. Это довольно удивительно, на самом деле. Но, вот, не поспоришь. Действительно, слоянку играют часто. И, конечно, изначальная задумка моя была в том, чтобы пойти в этой позиции слон е4. Теперь я на нее смотрю. Не могу опровергнуть. Скажем так, не могу найти возражения со стороны моего соперника на ход d5. Который тоже логичен по-своему. То есть, черные запоздали с развитием, надо вскрывать центр. Наверное, этот ход я все-таки сделаю. Так, а тут белые играют отложенный разменный варант. Довольно хитрая схема. То есть, казалось бы, белые потеряли темп, но... У меня конь на f6 расположен неудачно. Ну, и стороны, если его сразу перевести на d7, то обычно черные получают относительный комфорт. Конь b3. Ну, опять-таки, конь b3, конечно, вызывающий. Действия со стороны моего соперника c4. Ход не то, чтобы для меня сильно полезен, но... Когда соперник вызывает выиграть два темпа в позиции, в которой у меня уже лишняя пешка. Трудно воздержаться от этого. c6, но b3 стандартное движение. Белые хотят поменять чернопольных слонов. Тем самым обнаживая некоторые слабости в центре. С другой стороны, у черных есть определенные способы противодействия этому в этой же самой каменной стенке. Так что посмотрим, насколько мой оппонент знаком с тем, как надо разыгрывать каменную стенку. Ну, здесь ферзь d2. И вот с этой позиции уже я совершенно не знаком. Наверное, в первый раз приходится задуматься по-настоящему, какие есть ходы кандидата. Даже, вернее, не ходы кандидата, а просто какие возможности есть у черных. b6, конь e4, cd. Есть у меня ощущение, что объективно cd сильнейшая. Проблема хода cd в том, что позиция в некоторой степени упрощается. Мне хотелось бы все-таки более сложную игру сохранить. С другой стороны, в случае b6, например, конь c3, белых уже сразу на идее d5 появляется. Если я после этого возьму на d4, просто потеряю там. То есть, видимо, cd надо играть все-таки. Или же вот какие-то немедленные идеи с конь e4, ферзь d5, но похоже, они пока не проходят. К сожалению. Ну, тогда ничего не попишешь, надо играть cd. Так, конь e5. Здесь, конечно, a5 сильнейший ход. Здесь тоже выборы мне не оставляют. Где e1? Собственно, пешка на e5 уже висит. И здесь, насколько мне известно, все-таки конь d7 сильнейший ход. Конь h4. Ну, мой оппонент не самым, конечно, амбициозным образом здесь расставляется. Но, с другой стороны, очень надежно. И, возможно, белые все равно на какой-то маленький перевес могут рассчитывать. Не хотелось бы мне брать на g2, что это явно то, чего хочет мой соперник. Но вот есть у меня ощущение, что просто все остальные ходы, к сожалению, значительно слабее за черных. То есть, ход f5 мне лично никакого доверия не внушает. Но ход d5 просто очень слабый за f3. То есть, видимо, все-таки придется брать. Конь f6. Ну, скорее всего, просто можно сыграть e5. Так, а тут g3. Да, это одно из возможных продолжений за белых. Более популярны, конечно, ходы f3 и h4. Но g3 вполне возможно. Сыграю просто e6. На слон же 2 слон b4. Так, он d2. Есть ход слона a3. То есть, развитие с темпом. Поэтому, конечно, я белую лодью подгоняю на ту клетку, на которую она хочет попасть. В любом случае. Поэтому, может быть, сильнее всего сыграть b5 сразу. Только потом уже куда-то развивать слонов. Содно ходом b5 я делаю менее заманчивым для белых продвижения e4. Сыграю b5. Позиция, видимо, очень плохая у белых объективно. Конь g2. Два ноля. Возможно, белые хотят e4 после этого. d5. cd, e, d, e5. c5. Слон e3. И можно как-то, на самом деле, не уравнять в этом случае. Просто не хотелось бы мне играть d5 сразу. Но есть подозрение, что ничего сильнее этого черта, к сожалению, и нет. Два ноля. e4. d5. cd, e, d, e5. Да, не очень приятно. Если два ноля, e4. f5. Но, опять-таки, в белых там большой выбор хороших продолжений. То есть, видимо, к сожалению, я должен играть именно d5. И будь что будет. Конь d5. Проще всего, скорее всего, рахировать. Так, тут последовало e, d, но, наверное, большое количество заманчивых продолжений есть у белых. И сильных. Слон b5. Скорее всего, наиболее естественно. Потому что, если включить ладья e1, слон e7, то тогда после слона b5 уже король f8. Наверное, увеличивают шансы черных на сопротивление. Да, ферзь e2. Стоит ли мне спешить с рахировкой? Давать белым какие-то идеи на королевском фланге? В принципе, почему бы и нет? У меня нет зацепок, пешечных зацепок на этом самом королевском фланге. А вот у белых есть определенная зацепка в том плане, что конь на c3 расположен. Неудачная, может попасть под b5, b4. Ну и, в принципе, конь на c3 расположен. И в защите особо не помогает. И в атаке на черного короля не поучаствует. То есть 2-0, скорее всего, ход нормальный. Было, конечно, конь d7 сразу, но, наверное, большой разницы объективно нет. Где b1? То есть все равно сыграно. И здесь я планировал b4. На самом деле не вижу серьезных возражений, сыграя b4. Слон e7. Слон e7 сразу заставляет меня подумать о ходе a3, который создаст довольно прозрачную грозу с a24. То есть черный ответ, скорее всего, сыграет c5. После этого я смогу сыграть c4. Конь c7, dc, ну и, видимо, с явным перерасом. Пойду все-таки a3. Слон g2, слон b4. Да, здесь у меня взяли пешку. Ну, видимо, слон b4 самая сильная. Конь e5, c3. Конь c6, да, конь c6 не очень хорошо для черных. То есть... А, ну, конь e5, конь e4 просто есть ответы. Там вот как раз явно полный порядок. То есть слон b4 для меня хорошо. Ферзь d4. Ну, видимо, от хода конь c6 воздержаться тяжело. Так, слон e2. Мне дают уже возможность как-то, видимо, сразу выиграть материал. Или же это коварная ловушка. Похоже, что все-таки нет. Так, c3. Если конь уходит, то c2. Поэтому слон b5. cd. Король d1, да. У меня висят... Между прочим, висит конь. Потом там еще висит ладья. И висит в случае, например, слон d7, слон c6, слон c6. Висит на b4. Честно скажу, нет у меня полной уверенности, что все это так моим соперникам и было задумано. Но как-то проверять лучшего желания нет. Поэтому c3 играть не стану. И пойду к он d4. Так, ферзь за 4. Ну, вполне возможное действие. Вряд ли оно какие-то прям колоссальные проблемы передо мной ставит после хода. Ферзь d7, например. Другое дело, что позиция суховатая. И играть ее на победу черным очень тяжело. Но, с другой стороны, черный на то и есть черный. Сначала надо уравнять, потом уже думать о перехвате. Да, c5 мой соперник пошел. Надо ли мне включать c4? Мне можно сразу побить на c5 и пойти к он d2, к он d4. Поведу c4 все-таки хорошо смотрится. И, наверное, стоило бы так сыграть. Да, пойдутся c4. Так, здесь мой оппонент сразу скрывает центр. В принципе, это не очень логично при наличии у соперника двух слонов. Но все-таки белых фигур очень активны по сравнению с моими. Поэтому, наверное, это имеет смысл. Я, видимо, должен брать на d4. То есть мне этого не очень хочется. Но, скорее всего, выбора соперника не оставил. Так, e3. и e3. Здесь на ферзь e7, как ни странно, белые могут передумать и пойти e4. Что, видимо, намекает на то, что мне стоило бы h6 включить. И создать для своего слона клетку на h7. Ферзь d7. Тоже, кстати, интересный момент. Кем брать? Казалось бы, выбор очевиден. Надо брать к коням. Заодно продолжая развитие. Но клетка d7 для коня очень некрасивая на самом деле. В том плане, что, например, после коня d7 cd, e, d, e3. У меня этот самый конь серьезно ограничен пешкой d4. Другое дело, что там какие-то конкретные игры могут пройти, вроде c5. С той стороны, c5 напрочь просто ослабляет пункт пешку d5. Там кунь f4 появляются возможности. Вряд ли это очень хорошо. А если я c5 не играю, то просто хуже стою, скорее всего. Но все это намекает на то, что, видимо, я должен брать королем. А коня везти куда-то в район поле c7. Так и поступлю. Видите, мой соперник будто в этой партии перед сеансом долго говорил о том, что очень хочет продержаться подольше. Но в настоящий момент ситуация, позиция в партии такова, что вообще непонятно, кому нужно держаться, собственно. Ну и здесь тоже мой соперник играет пока отлично. Ферзе 2. Логичное действие. Тогда сразу спрячу слан на h7. Да, ферзе 7 тоже мой мой. Мои оппоненты, в принципе, играют очень грамотно пока. Ферзе 7, конечно, смысл хода ферзе 7 там, чтобы воспрепятствовать идее размена чернополов. Я, видимо, буду настаивать. Так, ферзе 6. Ферзе 6. Я хода не ждал. Мне казалось, что он как-то просто провоцирует меня на то, чтобы сыграть конь е4, что, в принципе, должно быть выгодно черным. Ну и я, видимо, так сыграю. Потому что в противном случае, наверное, даже не уравняю. Идя до 1. Опять-таки, рефлекторно хочется убрать куда-то ферзе. А с7, скорее всего, слабее из-за е4 слона f4, поэтому беру на е7. У меня такое ощущение, что я все это когда-то анализировал, но, конечно, уже ничего не помню. То есть, вот здесь, возможно, возможно, ход конь f на d7 сильнее, на самом деле. Или, может быть, даже стоило его сделать вместо слона h7. Ну ладно, сыграю ферзе 7. В принципе, большой ошибкой быть не может. Е3. Да, ну и тут надо понять, как распорядиться этой структурой. Она не совсем симметрична. Это, на самом деле, с одной стороны радует. То есть, хоть какие-то ресурсы брыбы за победу остаются. С другой стороны, нет полной уверенности, что черные здесь с комфортом уравняли, скажем так. Пока падут c6. Может быть, правда, все-таки стоит конь a6. Сначала сыграет ход, может быть, этот ход погибче. Но это, наверное, слишком большие тонкости для сеанса одновременной игры. Поэтому просто сыграет c6. Е4. Видимо, конь f на d7 наиболее перспективное здесь движение с моей стороны. b3. Да, но если бы я знал, что спиральник пойдет b3, я, конечно, c6 не играл. Что если конь a6, b3, я могу, возможно, c5 сыграть с большей выгодой. Вообще, ход b3 у меня вызывает некоторые вопросы. Куда... Белые, видимо, куда-то хотят слона развить. Но поле b2 не то, чтобы намного привлекательнее поле d2 было. А b3, возможно, дает мне зацепку для игр с a5, a4. То есть, опять я сыграю. Это, конечно, дает белым некоторые перспективы атаки пешки b6. Но пока их конь очень далеко. То есть, вот либо a5 нормально. 2-0. Ну, сыграю снова 3. Да, конь d3. Мой соперник все это моментально исполняет. Скорее всего, просто эта позиция ему знакома. Ну, у меня мой план заключался в том, чтобы сыграть e5. И, наверное, так и поступлю. Там, конечно, есть какие-то мелкие неприятности, связанные с d1, конь e5. Конь b3, 5, ферзь b3, 5, слон e3. И мой конь на b6 расположен не лучшим образом. Но, по идее, какое-то простое слон c5 должно более-менее нормальную позицию за мной сохранить. Так что e5 сыграю. Слон b2. Слон b2 дает мне, по крайней мере, дает мне возможность подумать о ходе a4. Наверное, надо же сделать его. a4. Ну, выглядит крайне логично. С другой стороны, конечно, меня немножко напрягает тот факт, что конь на b8 постоит не там, где надо. Стоял бы он, честно, b5, была бы другая ситуация. Хорошо, a4 пойду. Противопоказаний не вижу. Здесь слон bc5. Вполне ожидаемо. Пока просто конь цитаем. И здесь белые продолжают активно развиваться. Ставят меня, может быть, перед не самым простым выбором. Могу ли я сыграть слон f6? Конечно, по идее, я должен эту позицию знать. И делать все ходы автоматически. Но, к сожалению, я ее не знаю. И поэтому задаю такие глупые вопросы. Из серии, могу ли я пойти слон f6? То есть, на e5 идея в том, что есть удар, он бьет e5. Если ферзер идет куда-то на e3, ну, наверное, он туда и уйдет, то я могу либо сразу прыгнуть на e5, либо просто пойти ла-2-8. Но по виду слон f6, в принципе, не портит мою позицию. Скорее всего. Может быть, ферзер куда-то на b4? На b4, правда, клетка явно не самая привлекательная для белых. Ну, хорошо, сыграю слон f6. Так, e5, конь e5. Работает за меня, да? Вот я e5, ферзер d4. Конь e5, тоже ферзер d4. Ферзер d8, конь f3. Ну, хорошо. Да, тут dte. Судя по затратам моим соперникам времени, он вообще не думает. Меня, конечно, напрягает, что уже 17 ходов сделано, оппонент все знает. А, ну, вот он пишет, да, пишет в чат, что все по теории. Ну, я в этом не был уверен. Хотя, вроде бы, славянку играю. d5. Ну, d5 выглядит чрезвычайно провокационно. Честно говоря, есть у меня сомнения, что это настолько хороший ход. Но как за него наказать? Ну, на ед стоит сыграть. Ну, да, и там потом встал e4. Конь f4, ну, совершенно логично. Мой соперник перемещает коня на более адекватные клетки. Пока не знаю, как мне распорядиться вот этим напряжением на ферзовом фланге. И это, видимо, означает, что надо заняться завершением развития. Слана 3, но конь a3 вроде бы логично. Вот тут мой оппонент, шахматный дракон, сыграл e5. То есть, видимо, либо я что-то зевнул, либо он что-то зевнул. Будем надеяться, что все-таки зевнул он. Конь e5, все к т8, конь f3. Просто лишняя пешка. Ну, вот везде лишняя пешка. Сыграю конь e5. Да, b6. Б6 опять-таки вызывает рефлекторное желание пешку задвинуть на a5. Смогу ли я воздержаться от этого? Наверное, нет. Ферзи f4. Издалека я думал, что у меня есть двойной удар ферзи b6. Он, конечно, требует серьезной проверки. Но каких-то явных противопоказаний я не вижу. То есть, ферзь b6 висит на f2, висит на b2. Но на f2 явно отдавать нельзя. То есть, ферзь e4, вроде бы, единственный год. Ферзь b2. Владея повисла. А он просто выигранал черный. Это, конечно, довольно странно, что позиция настолько хорошая для меня. Но, видимо, это так и есть. Если ничего не зева. Может, какой-то конь d2 ход, правда. Конь f на d2, в смысле. Ну, то есть, во-первых, соперник очень надо этот ход найти. Во-вторых, видимо, все равно там у меня все неплохо. ферзь b2, конь e4. Правда, вот этот вариант, видимо, не очень хорош. Ферзь e1, конь d6, да? Король e7. Может быть, и там, правда, полный порядок. В общем, ферзь b6 выглядит заманчиво. Слон e3. Ну, опять-таки, ход e3 я ожидал и думал, что надо отвечать слон c5. Зеваю ли я что-то или нет? Вроде бы нет. Так, ферзь d6 вызывает у меня вопросы серьезные. Потому что все-таки ход слон d6 выглядел более логично. И теперь b4 заманчиво. Слон d4. Может быть, даже слон e4. Видимо, с победой. Ну, да, в общем, b4. Скорее всего, выигрывает партию. Если я ничего не путаю. Удет c1. Да, удет c1 слегка неприятно для меня в том плане, что все-таки этот конь подвисает. Сейчас грозит слон bc5, ферзь bc5, конь d5. Вместо бьена e3 ферзь e3 непонятно, куда этого коня девать. То есть, конь c4, ферзь e2 просто нам. ферзь e4, ферзь e7, альтернатив альтернатив входу альтернатив входу слон bc3 я не вижу. Какие-то идеи ладья d8 выглядят крайне подозрительно, опять-таки, из-за слон bc5, ладья d1, ферзь d1, ферзь e5, начинает материал обваливаться. Ну, хорошо, возьму. Да, слон d4, видимо, сыграет слон e4. Отличная пешка. Тут вроде бы даже лишнее качество. слон b7. Кстати, хороший ход слон b7. Теперь конь e5 теряет в силе по причине просто конь bd7. Какого-то явного прогресса на ферзь и фланге я пока добиться не могу. Еще конь на а3 расположен крайне неудачно на белых. Но это та цена, которую приходится платить на самом деле за размен чернополов, которого удалось достичь. То есть, видимо, надо просто куда-то перенаправлять коня. Владислав Шиллопаков говорит, что в той книге, которую он смотрел, этот вариант было сказано, что у белых сильная инициатива. Интересно, в какой книге вообще упоминается этот вариант. я вроде бы довольно много книг по славянке прочитал, но этот вариант там не встречал. полиция плохая, видимо. То есть, усиление надо искать раньше. Персце 7, просто какой-нибудь 5 сразу приходится сдаться. То есть, видимо, все-таки надо играть по скажем так, по тому плану, который я изначально намечал. То есть, конь c4. Потом на ферзь e2. Либо конь d6, что, конечно, ведет к неприятной позиции. Либо попытаться заставить b5 или ферзь e6 работать, но тоже большой уверенности в этом нет. Спытаюсь повести коня дальше. А, ферзь d4. Опять-таки, не думаю. Да, ферзь d4 я вообще не видел. Ахлад, видимо, неудобный. Что я могу сделать? Ферзь d4, ладь d4, конь e5, f4, да. Конь g4, ладь d7, ну, как-то по виду белые уже все и едят. Может, у меня есть, правда, какие-то там шансы на соскок. Младя d8. Ну, непонятно. С другой стороны, ферзь e6 тоже доверие не внушает. Из общих соображений, вот ферзь e6 мне, конечно, нравится значительно больше, но в белых несколько из путей развития инициативы. Самый неприятный конь d5. Конь повисает, конь c7 повисает, на cd просто ed. Видимо, я остаюсь без пешки и без компенсации. Ну, точнее, с какой-то минимальной компенсацией после ферзь d6. Просто за счет блокады, но явно это не то. Ну, Видимо, надо просто стрекать плохую позицию после ферзь d4, ладь d4, конь e5. Каких-то других возможностей я не вижу. Так, 2-0, что-то эту партию мне давно не предлагали. Не предлагали в ней подумать. Вроде бы, у черных полный парадок, то есть, можно трать на d7, ну, с примерным равенством по виду. Где c1. Опять-таки, большого соблазна сразу снимать напряжение. нет. В конце c7 выглядит наиболее логично. Меня в этом случае смущает ходы в воде ладь dc2. это конь b5 ладь dc1. В принципе, большой беды нет, но приходится пешку на c6 защищать. конь b4. Тоже, на самом деле, любопытно, хотя, конечно, выглядит очень странно. То есть, есть ход конь b4 с идеей на a3, что выглядит наиболее разумно, пойти конь a2, как ни странно. После этого взять на b3, и проблема в том, что у меня конь на a2 застревает, но, с другой стороны, какая-никакая лишняя пешка. Если удастся после этого быстро накатить ферзевый фланг, то тот факт, что конь на a2 вырезан не скажется. Если же белые не играют от a3, то у меня получается, ну, видимо, комфорт. Так что, давайте попробуем к нему b4. да, где-то a4. Хотелось бы коня поставить на e5 очень сильно, но там можно, проблему, тоже можно сразу проиграть, наверное. А конь b6 с одной стороны надежно, с другой стороны черный, все-таки далеки от равенства. Может мне объективно так и надо играть? Так, ну, хорошо, конь e5, f4, конь g4. Да, но по виду это совсем не то, конечно, конь e5 даже. h3 какой-то ход есть, наверное. Да, как ни печально, видимо, придется убирать коня на одной из худших клеток на доске. Да, тут g3, но g3 вроде мат в один ход допускает. Я воспользуюсь этим приглашением. Да, b4 сыграно. Ну, тут мой соперник лучше меня, наверное, знает, держит черные равенства или нет, и если держит, то как. Потому что я вот пока не вижу, как его держать. То есть, обрала для b4 просто плохо. Белый, в принципе, пока ничем серьезным не угрожает, но при случае есть идея, например, ладья б1 сыграть. Слон, наш 7 мой в игре не участвует. То есть, вот, по-человечески хотелось бы сыграть ладья б на d8. Единственная проблема, что белые после этого могут взять на d8 и сыграть ба. Мне придется сыграть в конце 4. Белые придут а6. Я возьму на а6. Белые пойдут как-то пойдут. Вообще, по виду черные должны устоять, на самом деле. Но все это довольно грустно. конь e4. Поведу своего коня в гранд поле e5. f4. Вот f4, конечно, крайне ответственное решение и неочевидное. То есть, я бы так не сыграл, сразу скажу. Но ход может быть неплохой. И наиболее заванчиво в ответ смотрится ход кони f6. Который я и сделаю. Да, слоны f4. Белые пытаются получить какую-то контр-рю. Наверное, она недостаточно для того, чтобы всерьез бороться здесь за спасение. С другой стороны, пешка-то все-таки висит. А мне еще надо какой-то ход сделать. Возможно, слон f5. Слон c7 ладят d2. Слон e5. Слон b5, слон c2. Ну да, в общем, слон f5 выглядит наиболее разумно. c5. Белые идут, точнее черные идут в стык. Мне казалось, что ладят a6 довольно сильно. На слон c6 конь e5. Взяли-взяли. Где-то c8. Ну я как-то должен смочь разгрузить центр и побороться за перерез. Давайте пойдем f6. Ладья а на d1. Побью, наверное, пешку. Да, тут мне сдают фигура, но партия после этого по идее особо долго продлиться не должна. да, ба все-таки сыграна. То есть по виду не самое принципиальное возражение. Зойстрена ладья a4, а3-то, видимо, совсем нехорошо для меня. То есть я должен принципиально играть конь a2. Наверное, мой соперник что-то в этом случае замыслил. Недоброе. Но проверю. Все-таки проверю. Не читаю. Возьму. И, скорее всего, просто сыграть слон f4 здесь. Ну, обсуждать по большому счету особо нечего. Лишние фигуры явно лучшая позиция. Слон c8. Мне казалось, что все-таки слон c8 это слишком депрессивно. То есть так играть по идее нельзя. Сейчас каким-то образом я должен найти способ взорвать центр и выиграть какую-нибудь пешку. Начну с хода. Так, подоцедр конь c3 еще. Может быть, поэтому есть более точное решение. Не знаю, cd все равно выглядит хорошо. Сиграю cd. Ферзи 4. Я, конечно, рассчитывал на ход ферзи 5, но он, видимо, не очень хорош. Ферзи 5. То есть, белый куда-то будет убирать ферзя. Видимо, она d3. И после этого обратно a2 я не знаю, могу я брать на 2 или нет. Это очень принципиальный момент, на самом деле, для оценки этой позиции. Если я беру на a2, к сожалению, могут быть проблемы с ферзем. С другой стороны, хочу сразу убежать или на d5 убежать. Ладья 1, ферзь d5. Если конь c4, то есть ход b5. Конь b6, ладья b8, ладья 1, ферзь b2, ладья f на b1. И, видимо, не очень хорошо. То есть я могу взять на a1, или на b1, ладья b1, ладья b6. Но, белый там ферзь слишком активный получается. Еще раз, ферзь d5, ферзь d3, ферзь a2, конь c4. b5 вроде надо. Конь b6. Может, сразу сыграть ферзь b2, и надо дать качество. Сейчас я тоже. Потому что его доверие не внушает. А вот если сыграть ладья d8, это может быть более интересно. Тогда на ладья 1, ферзь b2, белых на d4 провиснет. Давайте попробуем. Вообще, выглядит довольно неплохо для черных. Так, слон c7. Ну, ладья d2, наверное, сильнейшая. Если, конечно, изевая не поймать, то вроде бы нет. ладья d8. у нее 8. Ну, скорее всего, много есть путей. Попытаюсь просто силой все разменять. И сократить таким образом количество партий в сеансе. Ладья d1. Ладья d1. То есть соперник не берет на a5. Ну, хорошо. Это, кстати, по-моему, не так опасно для меня. То есть я могу взять и король f8 пойти. И сыграть на cd. Ну, cd я вообще не смотрю. Ход выглядит весьма неочевидно. Что я могу взять на e6. Видимо, конь за 5. За конь за 5. Задуманного. Тогда все равно конь d4. Черных, пусть они на c8. Ну, это контрагра не может быть достаточный, на мой взгляд. То есть я играю d1. Так, клади c2. Надо ли мне играть конь b4? Или можно сразу взять на a4? Или может быть просто нет никакой разницы? ладья c4? Может быть даже ладья c4? В общем, да, ладья c4, видимо, не создает для меня никаких проблем. А пешка у белого, у черных лишняя. Сыграю король f8, я так думаю. А, погодите, там правда аба и ладья c5, ладья b4. Неприятно. ладья c6, ладья c5, ладья b6, ладья c3, ладья b7. ладья c1, там у меня все нормально. Вот вместо ладья b7 какой-то ход вроде f3. Да, правда, ладья a3. И, видимо, я делаю все-таки ничью. Но больше мне здесь не приходится рассчитывать, конечно. Да, но этот вариант как-то очень на тоненького держится, если честно. С другой стороны, ничего лучше я не вижу. Да, ну, конечно, в крайне подозрительная позиция. Король f8, ба, ладья a5, ладья b4, кунь d7, ладья b7, кунь c5, ладья b8, король e7. И вот какой-то просто у белых может очень сильный ресурс найти в конце. может быть, e5. e5, правда, конь d7. Потому что если конь a4, то слон c6 ее мат получил. Просто на поле e8. Но конь d7, ладья b7, да, вообще очень плохо на самом деле. Очень плохо. Ладья b7, ладья c5. Да, если так, то с ходом король f8 есть нюансы. С другой стороны, если сразу рать, аб, ладья b4, кунь d7, ладья b7, кунь c5, ладья c7. Кунь n4 у меня хода нет из-за мата по первой, по восьмой точной. Король f8, там e5, да, тоже хорошего мало. Какие-то вообще веселые ресурсы, вроде ба, ладья, король f8, ба, ладья a5, ладья b4, ладья a6, слон f1, c5. Насколько они жизнеспособны. Ладья ушла, c4, ладья b4, но тоже хуже явно. Опять-таки с шансами некоторыми на спасение. В общем, я сыраю король f8. Все остальные соперники явно меня ждут. Но позиция не внушает никакого доверия. Абсолютно. Ладья c1. Ладно, проще всего просто взять на c2. С лишней пешкой. Серьезный контр-эгры за белых не вижу. Коин c5. Да, то есть, конечно, мой соперник не играет здесь под давки и не бьет на e6 ферзем. Ну, в планах у меня было просто взять на d4, на самом деле. Наверное, так и поступлю. слон c3. Ну, слон c3 это признание того, что, как бы, черным, белым предстоит игра без пешки, но с определенными шансами на спасение на самом деле. Я тогда слона этого сразу брать не буду. Пойду. Так думал, ладья a8, слон d2, ладья c4. Там, правда, ладья b2. Какой-то ресурс появляется. b5, a1. Слегка неприятно, на самом деле. Потому что мне не хотелось бы этого слона добровольно менять. Чернопольный слон белых, он не очень силен, откровенно говоря. Но вот ладья a8, слон d2, просто конкретные, видимо, неприятности у меня в этом варианте. Может быть, на самом деле просто у белых не так плохо, объективно. Я как-то думал, что уже практически партия в техническую стадию переходит. Видимо, это просто-напросто не так. Если я сейчас должен брать на c3. какие-то конкретные накаты, вроде b5, но совершенно не смотрятся из-за кунда d3. Какой-нибудь, может быть, вообще профилактический ход сделать. Вроде слон f8. Или вот ладья a8, слон d2 и там слон f8. То есть, как-то вообще просто-напросто жить с этим конем на a2. Белые съесть его не могут. А я в какой-то момент его вытащу, я так думаю. Ладья a8, слон d2, слон f8 и кода ладья c1 нет, из-за того, что подвисает. Ну, конь, что-то более. Вообще, интересно смотрится. Есть у меня соблазн так сыграть. Пойду ладья a8. Что, конь c3, честно говоря, не выглядело очень хорошо. Ну и вот Сергей Никифоров здесь предоставляет невозможность посчитать ферз b3. Ферз b2, прошу прощения. Ну, заманчиво, на самом деле. Но при этом велика вероятность, что я зеваю что-нибудь элементарное. Например, после ферз b2 вообще может быть конь d7 есть ход. На ладья f на d8 конь b6. Просто, напросто, прикрывая поле поле d5. То есть, если ладья b8, то ладья a1. Правда, там опять же, там висит на d4. Ну, не знаю, в общем, я не вижу опровержения. Искать мне его тяжело, поэтому побью. Была, не была. Конь e6. Ну, да, черные, в общем, соглашаются на игру без пешки. Ну, зато фигуры выходят. То есть, опять-таки, здесь еще все-таки о каком-то, ну, о совсем добивании речи не идет. Надо демень брать на e6. Наверное, нет. Но, если не брать на e6, то надо какой-то ход делать. Другой. А конь все-таки у белых висит. Может, вообще, в на c6 просто забросить, а потом второго на e5. Ну, довольно грязно выглядит последовательность в плане того, что, ну, как-то обычный перевес так не реализуют, но, может быть, в данной конкретной ситуации это и вполне ничего. Давайте попробуем кунь c6. Да, кунь c4. Ну, кунь c4 я видел и думал, что b5 контролирует ситуацию. Кунь b6, ну, вот ладья d8. ладья b8, там еще конь d7 даже есть, которую я вообще не видел. Ладья a7, там у меня фиг запрямая. Тут ладья d8 единственный ход. Кунь h3. Кунь h3, конечно, вряд ли очень сильно. кунь идет в противоположную сторону. От того направления, куда он, собственно, должен идти. Какой-то ладья c4 у меня ресурс еще появляется. Может, это какая-то ловушка, то есть ладья c4, ладья a1. Ну, ну, возможно. Ну, просто сам по себе ход конь h3 выглядит очень странно даже для этой цели. Кунь h3 Кунь и выиграть сразу, видимо, не получается. Как раз из-за этого ладья c4, ладья a1. Это всегда обидно. Когда не получается сразу выиграть. Ну, хорошо. Если пока не понимаю, куда этот конь идет, поэтому сыграю слон f8. Попытаюсь усилить собственного слона. Да, тут просто лишняя фигура. И b5. Ну, b5 опять, то есть, ну, не самое жесткое продолжение. Вот, честно говоря, здесь уже есть ощущение, что черные должны спастись без проблем. Ну, на глазок, по крайней мере, даже, может быть, какой-то выбор проявляется. Король e7 нормально смотрится, в принципе. Ну, и ладья c8 тоже, может, более нормально. если можно так выразить. c8, e5 какой-то ход, конечно, есть. cb, кунь b5, но по виду там должно уже быть, должен быть комфорт какой-то степени, ладья c4 даже. Давайте, ладья c8 я пойду. Так, ладья d6, ладья c7 есть ход. e5, там конь c4, ну да, ладья c8 можно. Так, слон h4 не зевал ли? Может, и зевал. Ладья c7, вроде бы, все нормально. Как ни странно. Так, он g5, ну да, то есть конь куда-то переходит, видимо, в район поле f3. При всем этом у меня висит пешка, то есть отдавать ее на f7 не стоит. Видимо, надо сыграть f6. fc7, неожиданный ход, конечно, что казалось бы, ферзь подставляется под какие-то вскрытые нападения. С другой стороны, ладья c1, слон h6 пока, а именно ладья c1, как-то из общих соображений хотелось бы пойти. Поэтому, видимо, я все-таки конь e5 сыграю, подвешиваю к коней. С другой стороны, они очень много полей у черных отнимают. Так что, вроде бы, можно. Да, b4. Ну, b4 я, конечно, ход не смотрел. Слишком глубокий расчет для вашего покорного сутки. То есть, ну, видно, что, наверное, ферзь я не потеряю, пока не беру чистого. Но как при этом сыграть? Потому что наиболее логично, вроде бы, выглядит конь e5, но тогда после ладья c1 ферзь таки теряется. Засыграть ферзь b2 сразу. Вероятнее всего, последует c3. Я по-прежнему не выбегаю из этой клетки. Правда, какой-то ход конь d5 проявляется, конь бьет d5. и cd ладья b1 ферзя 2 ладья a1 ферзь c4 ферзь c4 и там у меня на 6 теряется. Да, есть ощущение, что черные должны как-то выигрывать, ну, в смысле, оставаться с явным перересом, но я пока этого не вижу. Не вижу, как этого добиться. То есть принципиально важный трюк, я забыл упомянуть, что, к сожалению, конь d5 конь d5 ладья a1 ферзь b2 ладья f на b1 и хода ферзь c3 у меня нет по причине конь d5 ферзь d3 и конь d7 шах. Это крайне раздражающе на самом деле. Да, может быть тот случай, когда ощущения несколько расходятся с реальностью, что ощущения, говорят, что черные уже должны вот прямо сейчас на победу играть. А в реальности, минимум, это не совсем так. Надо погодить, вот может быть, а нет, ну, конь d8. Везде что-то не срастается. То есть конь c8, ладья a1, ферзь b2 и просто конь бьет c8. И ладья c8 уже у меня ловит ферзь опять-таки. Что же за ерунда? Табы 4 качественные решения. У меня есть, конечно, много там путей получить какую-то позицию с шансами на ничьем большими, но это явно не то, чего хотелось бы. конь f5, c3. Ферзь b3, ладья b1, ладья d4, ферзь f5. И опять не срастается. Да, серьезная подвис, ну, потому что соперник поставил не менее серьезные проблемы. ай-яй-яй-яй. не менее серьезными, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. ай-яй-ь. Продолжение следует... Продолжение следует... Настолько не хочется так играть. Неужели никакого тактического решения нет? Просто невероятно трудно в это поверить на самом деле. Продолжение следует... 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 играть. Конь А6. В этот ход я не верю. Скорее всего плохой. Очень плохой. Может сразу... А, ферраль ферраль, 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 е6. Ну да, в общем, b4 логично. Дя1. Ну, конь b4. Так, последняя проверка, ферраль ферраль, b2, дяb1. Тоже, конечно, там можно эту подлежу без фигуры прыгать. Просто хочу удостовериться, что я какой-нибудь элементарный способ ничего не отдать, не упускаю. Вроде бы нет. Вроде бы нет. h4. b4 слон d2, да? b3 ладе b2. ладе b8, ладе b1. Кстати, немножко некомфортно. Может вообще... Ладно, в основном, это и нельзя сразу пропускать. Наверное, стима должен... c4, ладья a1 b4, ладья a2 ладья a2, ладья a2 bc, он е1 да, и позиция не совсем выигранная, к сожалению это всегда обидно то есть склоняюсь к тому, что просто взять на cd и пойти ладья c4 наверное так и поступлю, в конце концов это сеанс слишком я много времени трачу на расчет так нельзя да так, коня 6 все-таки мой соперник взял довольно неожиданно как за такую наглость наказать знаете, не исключено, что какого-то явного способа белым достичь громадного перевеса то здесь и нет например, сразу его не видно мог бы эти fxd5 и как-то откуда-то начать отскакивать конем, но черные всегда начинают от тех самых коней, которые повиснут в воздухе, начинают их просто-напросто есть и это обычно плохие новости для меня тогда не больно задаешься вопросом так ли есть вообще хороша позиция белых честно говоря, скорее всего ответ все-таки положительный, но нужно точно играть поскольку точно играть у меня нет времени сыграю, возможно, не точно и все-таки дам этот шаг, а потом уже буду думать ладья b3 ну и вот ладья c2 наверх стоп, мне я один да, очень важно этого коня никуда не допустить но и при этом не затормозить движение собственных пешек то есть вот оба момента соблюсти тогда будет достаточно легкая победа, скорее всего можно все-таки ладья a3 на самом деле хорошо сыграю, наверное, ладья a3 хорошо сыграю, наверное, ладья a3 так, тут f4 эту позицию мне давно не давали посмотреть ну, наверное, король e7 надо подводить короля в центр одно из принципов вообще игры в эндшпиле и, наверное, здесь все-таки вброшу слона b4 потом просто переведу его на a5, чтобы он нарезал этого коня из-за одного, кстати, короля тоже не будет подпускать при случае б4, наверное, хороший ход временно я торможу собственные пешки, но в будущем надеюсь, что наоборот это поможет мне их надвигать да, но здесь надо, конечно, черным уже искать спасение к сожалению я долго думал в той критической позиции все-таки, видимо, недостаточно долго в итоге или, может быть, там ничего и не было, не знаю я не пешку лучше заесть на самом деле, видимо, хоть какую-либо заедай хорошего мало ну, попытаюсь съесть тогда на f4 так, ладья b1 слона 5 или слон c3 оба хода выглядят неплохо а на слон c3 все-таки получше да, ладья c6 белые приступают к изничтожению моего материала ну, я должен заняться чем-то примерно таким же на самом деле могу сразу сыграть ладья d4 наверное, это самое разумное, честно говоря и не покидает, конечно, какие-то пустые надежды здесь поиграть на победу но, видимо, это не было бы довольно глупо так, что сыграло где-то d4 так, вот я ушла ну, видимо, пора двигаться вперед король f2 тоже белые активизируют своего корня а если cb, кунь припятал где-то c2 подбежали король f3 еще по виду я, конечно, не рискую в этой позиции а вот белые могут начать рисковать сграю cb дембит а6 побью тоже и, наверное, побегу дальше даже могу побежать дальше, видимо могу b5 стоит ли выписывать шахтный c2, по виду конечно скорее всего стоит d2 если тут такое вот симпатичное тактическое решение интересно сыграть ладья a2 то есть после этого конь c4 dc с ладья a2 то я выиграл просто ферзя провел то есть король f1 единственный ход и успеваю ли я там перекрутиться вообще может и не успеваю самое главное что наверное это не очень то и надо а погодите в итоге может и успевать ладья a2 конь c4 dc король f1 ладья a1 взял взял король e1 b2 сразу прошел ладья e1 b2 b2 король e2 кстати c3 король d3 если сразу c3 d1 b2 там выиграл явно а если король e2 то c2 король d2 потом b2 сразу не прошел не знаю зачем я считаю эти варианты просто они выглядят интересно ладья a2 c4 dc руль f1 ну как бы интуиция говорит что должна быть выиграна ладья a1 может просто b2 кстати и потом ладья a1 да вот это наверное оно что белых 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 не успевают ни по 2 не по 1 поставится а правда погодите правда не успевают уйти королем ножи 2 обратно и я за свои фигуры заморозил так еще раз ладья 2 взяли взяли король f1 ладья a1 взяли взяли ладья e1 c3 е2 вслед сначала слом b2 взял король d3 b2 король d3 c2 король d2 ну можно напрячься оценить эту конечную полицию оно должно быть выигранной по виду а ну да но всегда выигравшая всегда пешечник приведу в крайнем случае с отдаленной проходной в общем да ладья a2 видимо можно сыграть это была сложная счетная работа непонятно зачем но раз уже я ее провел буду демонстрировать весь этот вариант хотя b3 еще когда ход есть получается позиция с лишней фигуры но она явно выигранная там поэтому наверное можно ее допустить где c8 ну c8 означает что мой соперник отказывается от амбиций в плане борьбы за победу ну наверное там вполне справедливо могу ли я попытаться что-то что-то придумать тут наверное объективно нет после того что пока белый конь как был честно говоря довольно уродливой фигурой так и остался если у меня была бы уже форточка в этой позиции было бы конечно совсем другое дело но к сожалению ее пока нет здесь есть ли мне смысл оттягивать коня c8 ну видимо конечно ничья хоть как как бы я не изощрался все равно будет ничья объективно это досадно досадно ну видимо ничего не поделаешь так правда я тут чуть было не до это не дошел до того что взял ладью в один ход то есть после b4 то ладья а8 конечно есть ход и с самого начала я это видел потом начал какие-то галлюцинации испытывать тогда тогда может даже шансов никаких нет вообще сыграем на g6 сыграем на g6 да конь c4 взял пошел c6 кроль ушел на g1 то есть на f3 белая не рискнули пойти после ладья c1 наверное я уже могу какую-то ничью пытаться фиксировать скорее всего ну наверное не стоит это делать потому что после ладья а4 есть вероятность что эта позиция в мою пользу так надо подключить подключить ноутбук к сети ладья а2 сыграю не вижу противопоказаний если их нет то такой ход надо делать до f6 например на g6 можно пойти так главное там только по первой линии не пустить никаких ударов надо все таки некоторую аккуратность соблюдать поэтому может быть d7 да король f1 будет конечно обидно если я все таки что то нет не посчитал возможности исключать нельзя по крайней мере по плану было ладья а1 так я наверное пойду да ладья d8 ну и просто c7 d8 должен брать на какой-то короткий миг впервые за весь сеанс так получилось что во всех партиях ход моих соперников ну ситуация быстро изменилась ну вот сейчас она уже достаточно стабильно вырисовалась скажем так на концы 3 наверно пойду ладья а3 броня план был такой это шахи промежуточные видимо нет смысла их давать теперь он берет конем а куда после этого пойдет не очень понимаю например g7 просто неужели на d6 обратно на b6 точнее обратно а не на e7 может пойти ну да ничья видимо так стоп мне просто дают провести и ну да ну здесь с лишним слоном думаю проблем не возникнет да вот это опять конечно правильный ход так стоп насчет правильный ход не погорячился ли ну в общем черный же не рискует проиграть в этой партии несомненно большое достижение учитывая то как эта позиция выглядела до того но есть ли шансы на победу конечно более сложный вопрос ну хорошо пока дам шах проверочный так он e7 чуть-чуть пелом не хватает координации дает мне какие-то иллюзии дает мне и но и мы и и и и